привет друзья прошлом видео когда я вам рассказывал о своем мембранном костюме в конце я вам показал и обещал рассказать о вот этой штуке вот такой брелок ну что ж видимо и меня закостенелого пользователя бумажных карт и компаса настигла волна прогресса я и поддался приобрел себе вот такой вот тамагочи при его такой вот игрушечности и компактности эта штука может оказаться незаменимым помощником вашем походе допустим при сборе грибов или ягод в лесу вот для меня для охотника в охоте на боровой когда я ухожу там в такой охотничий поход в лес в общем это ребята компас а точнее сказать по научному устройство для глобального позиционирования по gps спутником он называется возвращатель потому как задав какую-либо исходную точку вашего маршрута допустим место входа в лес где вы входите либо где вы оставили свой автомобиль вы потом с помощью него где бы вы не находились всегда без проблем вернетесь на эту точку причем с довольно высокой точностью в нем также заложено до 16 точек интересов ну то есть 16 ячеек памяти в которой вы можете запросто заносить какие-либо свои любимые грибные или ягодные места я вот заношу в него скажем точки где я нахожу рябчика на охоте какие-то свои охотничьи обходы а потом выбираю эту точку без проблем уже следую точно к ней кстати в нем еще заложена такая не очевидная но очень полезная для туризма и походов штука а который я вам расскажу чуть позже покажу прямо на примере ну и давайте без лишних прелюдий покажу вам как им пользоваться включаем прибор вот этой средней кнопкой нажимаем мы задерживаем ее появляется сразу подсветка и вот mini gps но я его включал до этого у меня сразу же вот видите тут такие слева полосочки это как раз и есть сигналы со спутников уровень приема если вы включите его но длительное время он выключен был включите примерно где-то от полминуты до минуты требуется ему чтобы найти спутники ну это точно такие же полоски как в принципе в сотовом телефоне определение качества приема одна полоска значит три спутника принимается две полоски 43 полоски то 5 спутников и все полоски все четыре полоски это от 6 и более спутников чем лучше качество приема тем более точнее значит ваше позиционирование это понятно при этом учтите такой момент что для работы с прибором требуется прием не менее четырех спутников то есть две полоски вот тут видели до периодически такая вот точечка загорается это говорит о том что прибор готов к позиционированию вот этот кружок здесь потом появится стрелка когда мы установим точку это ваше направление движения тут также пока ничего нет здесь метраж удаления от вашей точки входа и вот сразу под ну да уровень заряда аккумулятора сейчас у меня полностью заряжен а вот тут вот как раз таки единичка стоит один из 16 это как раз таки есть ячейки памяти то есть точки интереса они переключаются нажатием вот на эту же опять же центральную среднюю кнопочку вот так вот и как я вам говорил их всего 16 штук то есть 16 ячейк памяти если щелкнуть вот на эту кнопочку дальше тут вот будет такой это типа встроенный мини трекер то есть промер пройденного расстояния и времени включается он нажатием на центральную кнопку обнуляется вот тут появляется такой человечек то есть вы идете он все это считает однако вот мне очень странно почему так сделано да кстати выключается он опять же на центральную кнопку сбросить и потом дальше он как бы при еще нажатии он сбрасывается идет отсчет заново только тут такой нюанс почему-то китайцы не продумали вот если мы говорим о экономии заряда батарейки то есть мы нажимаем выключаем приборы идем на точку спокойно то этот трекер сбросится то есть вы включите все обнулится но не знаю это в принципе тут не основная функция довесок но могли бы как-то подумать бог с ним дальше щелкаем это текущие ваши географические координаты широта долгота северная широта восточная долгота далее это уже ваша текущая скорость передвижения а вот эти данные это высота над уровнем моря хотя видите да как она прыгает это вообще довольно таки эфемерное число здесь 185 метров 187 190 метров а мы стоим при этом да вот вообще в принципе не знаю зачем здесь вот этот вот высота над уровнем моря мы с вами не какие-то геодезисты гидрографа она в принципе не нужна но есть и есть дальше это часы причем явно китайцы видимо рассчитывали устройство для европейского или американского рынка с 12 часовой системы у нас же 24 поэтому да здесь будет пи моим и время это настроить нельзя она принимается со спутников кстати справедливости ради я проверял по хронографу время очень точно показывает о работе аккумулятора я вам еще подробнее расскажу детальнее ну в принципе вот и все ребят тут все довольно просто теперь давайте наглядно покажу вам как с ним ходить я вот сейчас в лесу нахожусь а сзади меня такая недалеко здесь проселочная автомобильной дорогу вот мы сейчас с вами на нее выйдем установим точку от этой же дороги и пойдем обратно в лес гулять погнали ну вот я вышел из леса ребят ну давайте сюда перейдем с этой стороны дороги и заметим да вот тут вот автомобиль стоит чей-то ну грибники видимо там же вот такие столбики электричества проходит тут вот елочки такие красивые вот эти две ели стоят для того чтобы потом проверить точность возвращения вместо возвращения и будем заходить с вами вот в тот вот лес туда включаем наш с вами возвращатель нажали задержали мини gps все прекрасно включился спутники принимает точечка мигает вот цифр к 1 здесь под сигналом да это то что я вам говорил первая ячейка памяти то есть первая точка интереса я обычно всегда так и оставляю то есть первая точка это . входа в лес и чтобы задать ее вот здесь вот две вот эти кнопки зажимаем и удерживаем тут же появилась дата и время занесение этой точке к сожалению китайцы но опять же вот китайцы не предусмотрели и редактировать эти ну то есть ввести какое-то свое название к сожалению нельзя то есть приходится потом сидишь через неделю да и думаешь а что у меня было там девятнадцатого или там какого-либо числа в такое-то время ну да бог с ним значит тут же появилась вот метраж да но он плюс минус как производитель заявляет погрешность где-то 10-15 метров в зависимости опять же от условий приема по мере удаления расстояние будет нарастать вот здесь если мы начнем двигаться но сейчас мы с вами пойдем я покажу появится стрелка направление к точке возврата ну все ребят пойдемте в лес идем в лесу вот эта стрелка смотрите сразу уже стала указывать в обратном направлении то есть к направлению точки входа и метраж стал увеличиваться вот сейчас уже сколько сто метров мы прошли все нарастает все работает далее мы просто с вами его теперь можем выключить вот так вот чтобы экономить питание батарейки . при этом сохраняется в памяти убираем в карман и идем гулять удалился я от точки входа на пятьсот тридцать по ну плюс минус пятьсот тридцать метров то есть более полукилометра стрелка показывает упорно возвращаться обратно что мы сейчас с вами кстати и сделаем и теперь допустим вот где-то здесь вы нашли такое хорошее грибное место и хотите его запомнить для этого мы ставим выбираем уже следующую ячейку памяти свободную ну в данном случае давайте вот цифру 2 и опять же зажимаем вот эти две кнопки опа сразу раз добавилась видите дата и время то есть точку мы с вами зафиксировали вот это вот грибное место метраж ну метраж понятно он здесь сейчас плюс минус 10 метров эти наши с вами и теперь уже если вы допустим будете заходить в лес вы сможете выбрать вот эту вот вторую ячейку это ваше грибное место и уже двигаться к нему ну а мы с вами вот так вот переключаем обратно на нашу точку входа так один да и начинаем двигаться в обратном направлении вот кстати вот эта стрелка до насчет этой стрелки вообще это как бы болезнь я так заметил всех этих навигаторов пока не начнешь двигаться она не повернется в нужном направлении не будет показывать направлении по и для этого кстати еще и скорость должна быть определенная поэтому проще всего ориентироваться по метражу то есть вот мы видим да идем метраж начинает потихоньку отбавляться то есть мы начинаем двигаться в обратном направлении ну кстати и стрелка видите повернулась туда вот начал добавляться метраж вот именно по нему и следует ориентироваться ориентироваться, правильно ли мы идем или нет. Потому что стрелку ее будет болтать. Это вот я заметил. Идти по пересеченке, вот вы сами понимаете, тут вот такие завалы в лесу. Прямо в одном и том же направлении невозможно. Но для экономии заряда батарейки мы опять же сейчас с вами этот прибор выключаем. И сверяться с показаниями нужно где-то, ну, примерно каждые полчаса. Все, нам идти в то направление примерно, да, и идем туда. Сверяемся. Ну, там 15 минут, в зависимости от сложности рельефа. Полчаса, 15 минут и от вашей же удаленности. Двигаемся обратно. вот, ребят, уже видна дорога. Что тут? 63 метра. Ну, стрелка сюда ровно покажет. Нет, вот мне интересно, как вот он выведет нас на место, потому что стрелка ровно прямо, вот метраж сокращается. Все, да, вот стрелка прямо активно показывает вот в этом направлении. По-моему, вообще четко. Прям вообще тютелька, тютелька. Нет? Вот. Сейчас посмотрим. Да, вон, я уже этот автомобиль, вон, вижу, стоит. 32 метра, 30 метров, вот все. А, вот эти елочки. Ну, чутка мы, да, действительно. Тут, ну, сколько метров? 15, 10-15 метров. Вот эти же, опять же, столбики. Ну, вообще четенько. Ну, плюс-минус. То есть, мы, в принципе, вот, мы вышли. Задача выполнена. То есть, эта штука, она, безусловно, вас домой вернет. Вот. С какой-то ворона. Определенной точностью. Да, вот эти вот ели. Мы с вами замечали. Вот оттуда мы заходили, да. Ну, а теперь вот переключаем на нашу точку 2 и смотрим, да. Вот он сразу поменял направление. То есть, опять же, нам вот туда вот. Ну, стрелка, понятно, я вам говорил, будет менять направление, когда вы двигаться начнете. И теперь, когда мы уже будем заходить в лес в следующий раз, мы просто выбираем цифру 2, вторую ячейку памяти и идем уже по направлению к нашему грибному месту или там ягодному, я не знаю. Все очень предельно просто. Теперь вот еще, что важно, ребят. Вот, опять же, прощелкиваем раз, два. И вот они, географические координаты. Но в данном случае это координаты точки грибного места нашего. Они здесь, кстати, в правильном виде представлены. То есть, градусы, минуты, секунды и доли. Я считаю, эта штука важная. Допустим, имея под рукой бумажную карту или электронную какую-то, вы всегда без проблем установили точку, вот где вы находитесь, и можете определить, сможете определить ваше текущее местоположение по этим координатам. Раз уж у нас с вами речь о географических координатах зашла, я вам обещал, расскажу о некоторой неочевидной вещи в этом приборе, но очень полезной, на мой взгляд, о которой почему-то ни в одной из инструкций нигде не указано, ни на форумах нигде, ни почему-то блогеры-обзорщики никогда об этом не рассказывают. Сейчас я вам все покажу. Я вот удалил сейчас специально все эти наши точки, которые мы вводили, и вот, как я вам говорил, два раза щелкаем и попадаем в географические координаты. Это наше текущее местоположение. То есть, вот даже не вводя никакую точку, он определяет, где мы находимся. Но это не все. Дальше мы возвращаемся опять вот в этот экран, ну, в этом меню. И если зажать вот здесь вот и удерживать верхнюю кнопку, мы попадаем в редактор этих географических координат. Скажем, к примеру, если вы планируете свой маршрут туристический заранее, отмечаете на карте, то эти координаты вы можете получить с помощью бумажной карты или там, скажем, Яндекс-карт или Гугл-карт. Правда, учтите, что опять же, вот здесь вот, да, правильная система. Ну, то есть, правильное отображение. Градусы, минуты, секунды. А в картах электронных, там, тот же Гугл, Яндекс, они десятичные. То есть, ну, вам придется просто их переводить. Благо там всяких онлайн переконвертеров, да, вот в эти нормальные координаты предостаточно. Взяли, даже если вы пользуетесь там спутниковыми Яндекс-картами, там, или Гугл, перевели, и вот, проблем нет. То есть, вот, допустим, вы спланировали маршрут, у вас есть конечная какая-то точка маршрута и промежуточные. И для этого мы выбираем, ну, допустим, давайте сейчас, я не знаю, какую-нибудь там пятую ячейку выберем, да, и мы просто входим, опять же, зажимаем кнопку, входим в редактор координат. Координаты своего маршрута я уже заранее выписал, нам просто остается их сюда вбить. Ну, вот, выбрали, да, здесь у нас 55-55, два так и остается. Сейчас мы вот эту конечную точку забиваем, дальше прощелкиваем вот так вот здесь единица. Пошли минуты, дальше переходим вот на эту. Все, внесли мы эти координаты и, чтобы запомнить, опять же, зажимаем вот эту кнопку. Тут же эта точка в пятую ячейку попадает, сохраняется, опять же, дата-время этой точки. И вот мы смотрим до нашей точки маршрута 5 километров. Отсюда, вот ровно отсюда 5 и 3, ну, 5-300. Давайте четвертую, опять же, здесь вошли в редактор, пролистнули, забиваем вторую точку. Сохранили, все, она у нас в четвертой ячейке памяти. Это уже 15 и 200. Да, кстати, вот такой нюанс. Вот тут, видите, 89 доли, а тут вот только одна цифра. То есть тогда мы округляем. Если в большую сторону после пяти, да, например, было бы 85, мы 8 бы оставили, или 83, а 87, 89 уже до девятки округляем. И опять же, зажали, все. Третья точка, да, это конечная точка моего маршрута. Топать мне 24 километра 600 метров. То есть вот это у получилось, ну, можно сюда, да, 3-4-5 идет, я немножко неправильно, но вы понимаете принцип, да, то есть вбиваете ваши точки вашего маршрута, передвижения по маршруту. То есть вот и расстояние сразу понятно, да. Все координаты, они опять же здесь у нас с вами, которые мы ввели, точки все вбиты. Мы просто двигаемся в этом направлении. Опять же, кстати, для экономии заряда прибор просто выключаем, убираем его куда-то в карман себе и сверяемся где-то через каждые полчаса. Ну, то есть вот это, я считаю, такая полезная опция в данном Тамагочи. То есть туризм, походы, да, вбил точки своего маршрута и идешь по ним. Вот это вот из плюсов. Но сейчас тут есть один такой вот подвох, ну, как бы не с этими координатами, не их касается, а именно метража. Сейчас я вам об этом расскажу. Вот эта вещь тоже, кстати, неочевидная. Я с ней уже столкнулся. Я уходил далеко, по рябчику ходил, ну, где-то 6 с лишним километров. Сейчас я вам расскажу. Вот как только ваше расстояние от заданной точки достигнет более километра, ну, там, к примеру, там километр 200, километр 400, вот в данном случае сейчас 5,3, 5,300 километров, то округляется и показывает 5 километров точка 3. Ну, то есть 3 – это 300 метров. Так вот, если вы будете двигаться к этой точке, к вашей точке, которую вы вот здесь забили, да, допустим, точки входа в лес, здесь будет отбавляться сотнями метров. То есть 5,2 будет, потом 5,1, 5,0, потом 4,9 и так далее. То есть отбавляться через каждые 100 метров. Вот почему, да, вот здесь вот не сделать полностью, там, например, 5,5 точка, ну пусть точка, 325, да, метров. Ты, по крайней мере, будешь более наглядно видеть, в правильном направлении ты идешь или нет. Я уже так ходил, ребят, я вам уже говорил, я так ходил, ну, в принципе, дело привычки. Я через какое-то время привык к этим сотням. То есть я шел, там, отбавлялось было там 6,800 километров, да, я 6 километров 800 метров, там потом 6,700, то есть я так через каждые 100 метров проверял, правильно ли я иду или нет. Но вот это я считаю упущение. Очень надеюсь, что, возможно, в будущем они как-то доработают эту софтину. И здесь все-таки, ну, не знаю, услышат ли меня китайцы, ребят. Но обязательно я об этом вам должен был рассказать. Это, кстати, вещь тоже такая неочевидная. Об этом я не нашел ни у одного обзорщика. То есть обзорщики об этом почему-то не говорят. Они вообще дальше, там, 200 метров от дома никуда почему-то не уходят. Но вот будете знать на всякий пожарный. Теперь вот еще несколько слов, опять же, о качестве приема сигнала самих спутников во всякие там погодные условия, атмосферный фронт, облачность и так далее. То есть, да, качество немножечко связи может снизиться, но незначительно. Вы даже этого не заметите. Ну, будет он принимать там не 10, а 8 спутников, допустим. Дело в том, что сейчас на всех спутниках установлено довольно мощное современное оборудование, которое все эти циклоны запросто пробивает. Это вот не как раньше, да, нужно было залезать куда-то на возвышенность, там, искать связь. Нет. Все это в прошлом, это атовизмы, ребят. Принимать он будет нормально. Кстати, я так понял, у него приемник от самих GPS сигналов, он довольно-таки мощный. Он, по крайней мере, мощнее, чем у меня в смартфоне. Принимает он лучше. Ну и давайте несколько слов о самом устройстве расскажу, по его функционалу, комплектности и так далее. Вот такая вот коробочка, GPS-возвращатель, фотохантер, все нормально. Вот на этом же вкладыше с обратной стороны технические характеристики прибора, кстати, довольно-таки подробное изучите. USB-зарядочка. Вот тут в этой части есть такой разъем, но это стандартный мини-USB. Кабель подсоединили и заряжается. Заряжать можно от автомобильного прикуривателя, от ноутбука, компьютера, от пауэрбанка, опять же. Сейчас вообще автономность стала довольно доступна, то есть вот бушкрафтеры, походники, да я в том числе, я снимаю, я ношу с собой пауэрбанк, особенно где-то если длительный поход. Заряжать электронику, в том числе вот такие штуки, всякие навигаторы. Подключил к пауэрбанку устройство, вот сразу же синий экранчик загорелся, говорящий о том, что зарядка пошла. Если его включить, то опять же тут вот индикатор указывает, что прибор заряжается. Когда перестанет вот эта вот полосочка мигать, значит полностью заряжен. Как заявляет производитель, во включенном состоянии, время его работы до 15 часов. Если же, как я вам показал, идти его выключать, то там, я не знаю, я ходил с ним, я его не заряжал вот неделю, просто он у меня лежал, я там точку взял, пошел, пришел, выключил опять же, то есть без проблем. Правда, учитывайте такой момент, что если прибор будет находиться в постоянном поиске спутников, то все эти 15 часов раза в два, так а то и в три резко сократятся. Учитывайте еще тот момент, что, допустим, если вы зимой в минус 25 находитесь и идете с ним, емкость аккумулятора также резко снижается, поэтому вот все-таки, как я вам показал, да, вы его, допустим, зимой вы взяли точку, идете, выключили прибор, положили его в теплый карман, во внутренней, допустим, куртке идете и сверяетесь где-то через каждые полчаса, чтобы экономить заряд. Вот такой вот еще идет карабинчик, вот тут вот есть такое ушко у прибора, за которое тут вот можно карабинчик закрепить. В принципе, там куда-то в рюкзак или за одежду, за какую-то лямку, но, ребят, вот я даже на ощупь, да, не стал бы доверять этому карабинчику, такой он из дешевого металла какой-то, ну, китайцы опять же, ну, китайцы, ребят. Поэтому я вот взял от старого фотика, нашел вот такой страховочный ремешок, почему-то, кстати, вот не додумались положить, да, а штука полезная. Ну, на запястье вот так вот раз, ну, по крайней мере, не боишься, что он там куда-то у тебя упадет. И, кстати, с ним же удобно просто, вот его, когда идешь там, да, к точке какой-то, удобно очень с ним, за него держать. Также, кстати, можно продеть сюда, в это ушко, какой-то более длинный шнур и уже вешать на шею. Особенно зимой хорошо под куртку убрал, чтобы емкость аккумулятора сохранялась. Имеется также вот такое вот руководство, инструкция. Она хоть и на русском языке, ребят, но, видать, китайцы автоматически переводили, я так думаю, что через какой-то онлайн-переводчик на русский. И, в принципе, ее сразу можно выкинуть, хотя нет, подождите, выкидывать ее не надо. Минут 10 безудержного смеха при прочтении я вам гарантирую. Ну, то есть, собственно, вот и весь комплект. Давайте теперь по самому вот этому тамагочи я сейчас вам расскажу. Ну, обычный такой вот корпус пластиковый, три кнопки управления. Вот эти стрелочки, как я вам говорил, они друг друга дублируют. Также прибор имеет степень защиты по IP54, то есть это пыль и влага защита. Держать его под проливным дождем, конечно, не стоит, но какой-то мелкий дождик, брызги, там снежок, пожалуйста, запросто он выдерживает. Ну, и давайте сейчас я, в принципе, по функционалу вам уже все, что можно рассказал. Давайте единственное, что сейчас по настройкам быстро пробежимся. Тут вообще они минимальные, то есть, вот выбор языка, подсветка у меня стоит постоянная для... сейчас я снимаю, а так вот, можете выбрать любую, ну, да опять же, для экономии батарейки. Дальше часовой пояс. Это единственное, что можно время, как я вам говорил, оно со спутника принимается. Ну, вот выбор региона. У меня плюс 3, дальше единицы, вот километры, что тут еще? Мили. Ну, мили нам неинтересно. Оставляем километры. Удалить все, да, по отдельности, кстати, вот тоже, опять же, да, по отдельности вот эти точки, которые вы забили, их удалить нельзя. То есть, только все сразу. Вот выбираем и все сразу удаляем. К сожалению, вот так вот. Холодный старт, это, я так понимаю, что прибор перезапускается и по новой начинает искать спутники. И есть сброс всех настроек. Собственно, и все. Больше тут в настройках ничего нет. И теперь еще, ребят, ну, вот о таких вещах некоторые из вас, наверное, скажут, а зачем? Есть навигаторы, да, куда скачал какой-нибудь трекер и ходишь с ним. Ну, теоретически, да, но у этой штуки есть как бы неоспоримые преимущества. Он очень компактный, то есть, маленький. Его прямо раз там сложил, действительно, в карман куда-то и забыл про него. Он намного легче, чем любой смартфон. Он вообще нож и не тянет, а это для нас, кстати, важно. Но он настолько педальный и простой, то есть, с этими трекерами там надо что-то возиться, что-то там как-то разбираться. Здесь вот просто нажал, задал точку. Да, он такой вот немного топорный в управлении, но, господи, ребенок разберется. Задал точку и выключил его, убрал и пошел себе спокойно. А что еще надо? Ну, я не знаю. Вот лично мне, охотнику, вот эти всякие навороченные навигаторы тоже есть там с барометрами, каким-то спидометрами. Ну, мне это зачем? Я не знаю. Вот, нормальная штука. Мне он, по крайней мере, полезен. И да, еще раз скажу. Еще одно из преимуществ. Все-таки, мне кажется, что здесь, ну, на мой такой субъективный взгляд, не знаю, здесь стоит приемник лучше, мощнее, чем в смартфонах, по крайней мере, в моем. Да, и еще, ребят, цена вопроса. Если уже говорить не о смартфонах, а о ком-то там даже совсем простеньком туристическом навигаторе, уже с трекером и так далее, то вот эта штука, она, ну, намного дешевле. Ну, и теперь самое интересное, раз уж у нас с вами речь зашла о цене вопроса, приобретал я его в магазине Фотохантер. Есть такая компания, занимается продажей электроники для охоты, и в частности, вот такими штуками. И по договоренности с этой фирмой, по промокоду Юхантер, вы получите аж 25% скидки на этот возвращатель. То есть, ну, не кисло так. Лояльная такая компания оказалась. Все подробности по ссылочке в описании. Он такой простой, как валенок. Ну, грибочки, ягодки, точечку себе поставил, задал и пошел себе спокойно. Потом без проблем вернулся, как бы, нет, ну, штука интересная. Мне точно пригодится. Да, ребята, я всегда вот говорил и буду продолжать это делать. Все-таки вот эта вся электроника, да, устройство, компасы, навигаторы. Не забывайте о бумажной карте и компасом. Я бы вам посоветовал, особенно если вы занимаетесь туризмом, там, походами, использовать вот такую штуку в тандеме с обычной картой и компасом. Этим самым мы перестраховываемся, да, потому что, ну, электроника, она может выйти из строя, там, батарейка разрядилась, где-то упал в воду, утонул и так далее. Ну, всякое может быть. А бумажная карта и компас, ну, понимаете, да, о чем я. Кстати, если интересуетесь, я уже снимал, как пользоваться картой и компасом обычным. На канале ссылочка в описании, обязательно посмотрите. Мне же остается пожелать вам по традиции большущей удачи, незабываемых вам впечатлений от ваших походов в лес, в частности, за грибами. А в следующий раз, ребят, ну, да, наверное, все-таки я уже сподвигнусь. Вы уже не раз просили, читаю ваши комментарии. Да-да, расскажу вам о наручных часах. Так что пока, увидимся.